Всем привет! Добро пожаловать в Аленка Блог. Сегодняшнее видео будет о вещах, которые меня радуют. Я не буду говорить о каких-то очевидных вещах, например, смех моего ребенка, или там рисунок, который мне нарисовал мой ребенок, или подарки от мужа, или какие-то внимания со стороны близких, здоровье и так далее, и так далее. Это все понятно, это все большая радость, это счастье. Я буду говорить о каких-то таких бытовых вещах. У каждого, мне кажется, есть что-то свое. Такие вещи, которые вы проносите изо дня в день, и которые радуют вас, ваш глаз, которые как-то пробуждают вас по утрам, которые делают вашу жизнь более яркой, более насыщенной. И это не обязательно что-то такое материальное или очень высокодвуховное. Просто это вот такие, как маленькие ритуалы, маленькие воспоминания, которые, например, меня делают счастливой. Я вам хочу их показать, хочу с вами поделиться. У меня тут такой странный вообще набор. Оно начну, наверное, с цветов. Меня бесконечно радуют живые цветы. Я обожаю цветы, я очень люблю розы. Вот этот вот такой красивый букет. У него есть один, ну просто восхитительный бонус. Эти розы пахнут. Я уже говорила много раз, в Сиднее очень сложно найти розы, которые реально пахнут. Минус пахучих роз. Они, конечно, не так долго стоят, как розы без запаха, но зато они источают такой дивный аромат. Я люблю ароматерапию, я люблю вдыхать розы, я люблю живые цветы, несрезанные цветы. Люблю в оранжереях. Посмотрите, какая красота. Посмотрите, какие красивые розы. Ну, они потрясающие. Потрясающий запах, если бы я вам могла их передать, этот запах, ну, бархатных роз. Я обожаю цветы, это мой вот такой, моя терапия. Знаете, когда мы жили в России, я очень часто, мы ездили в Оби, по-моему, называю Оби. И там были такие оранжереи с цветами. Как там было холодно, вот такой специальный был микроклимат для растений. Я обожала туда ходить, и вот просто ходить, и дышать, и вот этот воздух от растений, от цветов. Я очень это люблю. Люблю сады, люблю цветы, люблю листья, люблю их нюхать, люблю их растирать в руках. Ну, то есть я вот... Это вот моё счастье одно из. Первое. Дальше. Такая вещь, знаете, как кофе. Кофе кто-то любит, кто-то не любит. Кто-то пьёт кофе, чтобы как-то взбодриться. Кто-то пьёт кофе как-то повысить своё... Ну, не знаю, проснуться и так далее. У меня кофе — это вот просто мой личный наркотик, наверное. Я обожаю кофе. Я... Ну, я не пью много кофе. Нет, я пью утром кофе, и днём я беру себе большой кофе. И вот у меня всё, что касается кофе, меня это безумно радует. Например, у меня вот такой очень-очень старый. Видите, он уже весь потёртый. Здесь такой уже не очищается. Это кофейник, это итальянский кофейник. Я его вожу с собой даже в Китай, потому что в Китае... Ну, зачастую там не очень был вкусный кофе. Вот сколько раз мы туда ездили. Я беру с собой вот этого вот... Вот этого малыша. Ну, не малыша, нет. И всегда беру с собой свой кофе и варю. Куда-то мы едем там отдыхать. Я сомневаюсь, будет ли в этом съёмном доме там кофемашина или будет ли там кофе. Я на всякий случай всегда беру с собой. Вот это вот моя фишка. Я не могу без кофе. Утром я люблю чашку свежесваренного кофе. Вот такая штука у меня. Также я люблю Неспрессо. Обожаю. То есть, когда не ленюсь, делаю так. Когда я ленюсь, делаю Неспрессо. Дальше. Касаемо кофе, касаемо какао или ещё что-то. Кстати, я вообще не пью чай. Я не люблю чай. Мои любимые чашки. У меня большая коллекция вот этих чашек. Это, по-моему, из Швеции они. Это вот всё, что касается мумитролей. Сейчас я вам покажу. Они великолепные. Эти чашки просто, они меня радуют. Арабия Финланд. Вот такой бренд. Арабия Финланд. У нас я их нашла только в одном магазине. И, по-моему, я у них купила практически их все. Они... Ну, из них пить кофе одно удовольствие. Они очень красивые. Они очень милые. Посмотрите, какие классные. Вообще, я люблю мумитроли. Люблю эту историю с детства. У меня и сын сейчас читает. Обожаю, обожаю. Обожаю. Вот такая вот вообще романтичная любовь. Такая. Да, для меня немаловажна красивая посуда. И вот эти чашки, я их... Когда мы переезжали, я первое, что запаковала, это были духи. Следующим были вот эти чашки. Потому что они... Они ценные для меня в плане вот эстетической точки зрения. И в плане, конечно... Ну, не знаю. Вот это вот что-то такое, как... Ну, наверное, родом из детства. Потому что я всегда мечтала в детстве иметь игрушку мумитроля. Ну, не говоря уже о чашечках. Такая. Такая. Еще много чашек у меня сейчас в мойке. Это вот... Вот, да. Вот меня такие вещи очень радуют. Дальше. Еще такая чашка, которую я ношу всегда с собой. И когда я беру кофе где-то на вынос, я даю свою чашечку, и они мне наливают в мою чашку. Это large. Большой размер. Бывают поменьше чашки среднего размера. Бывают... Маленьких не бывает, кстати, совсем. Вот если вы любите эспрессо. А почему мне доставляет эта радость? Почему мне доставляет это удовольствие? Я... Ну, в последнее время я вообще как-то... Я всегда об этом думала и всегда стараюсь как-то это поддерживать. Защита окружающей среды, конечно, это немаловажно. Загрязнение пластик, вот эти вот неперерабатывающиеся пакеты пластиковые. Я всегда ношу с собой сумочку такую из тряпочки, потому что, ну, если мне что-то нужно купить, я говорю, не надо мне пластиковый пакет, я положу к себе в сумку. Вот это, что касается вот этой всей темы, вот мой стакан. Ну, это такой маленький вклад, но все равно это, знаете, как-то мне становится чуть-чуть легче, если я вот как-то так хотя бы поддержу и помогу природе. Потому что много-много-много... Мы даже не задумываемся, сколько вообще мы приносим вреда природе даже за счет вот нашего мусора. Я всегда сортирую мусор, у меня уже вся семья сортирует мусор, мама приехала сортирует мусор. Мы к этому подходим очень так трепетно, если можно так сказать. Вот это тоже мне доставляет такой немножко... Ну, не немножко, да, я счастлива от того, что я могу хотя бы таким способом немножко помочь природе. Дальше. У меня есть множество... Я сейчас просто взяла два-три таких экспоната старинных вещей, которые так или иначе связаны или с моим прошлым, или с моими родственниками, или вот просто были когда-то переданы мне, подарены дорогими людьми. Например, вот этот медвежонок. Мы его купили на маркете в России. Еще до того, как мы не знали вообще, когда мы будем уезжать из России, и что мы будем жить в Австралии. Олимпийский медведь — это, конечно, символ моего детства, это вообще... Но он умилительный, он прекрасный, и я его всегда тоже вожу с собой. И он у меня всегда стоит на почетном месте и напоминает мне, откуда я родом, собственно, и откуда ноги растут. Этот мальчик, он немецкий, он очень старый. Мне подарила... Не мне, а моему мужу подарила наша подруга его. Он антикварный, он очень старый. Он мне просто, вы знаете, дорог как... Ну, как что-то такое, вот как искусство, да. Посмотрите, какой он красивый. У него каждый пальчик сделан, каждый вот прям складочка, каждый волосик. Вот какие-то такие вещи, они делают меня счастливой. Дальше. Вот такой вот камушек, мне его... Это мой дедушка привез. Мой дедушка работал на грузовых поездах и перевозил грузы по всей России. Он был вообще везде, 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 везде. На БАМе, в всей России, на севере, везде. И отовсюду он привозил что-то. В основном, конечно, это были вот такие огромные банки с медом, огромные банки с мороженкой, с брусникой, вот с такими северными ягодами. Я помню, я все время их ела, икру привозил, я помню. Много чего. И вот он очень часто был на этих поездах, работал, уезжал надолго, много читал. Ну, вообще был интересный у меня дед. И вот такой камушек. Это какая-то порода, минерал, он мне его, он его мне подарил очень давно, и я его всегда с собой ношу, всегда его берегу, и всегда он у меня на почетном месте где-нибудь стоит в моей квартире, куда бы мы ни переезжали. Вот у меня есть вещи, которые я вот, у меня отдельный такой маленький чемодан, маленький, и я туда кладу вот самые-самые-самые такие вещи. Дальше. Я обожаю искусство, я люблю современное искусство, я люблю искусство Ренессанс, Возрождение и так далее. На примере, например, Родко. Родко мой самый любимый художник. Кому-то он может показаться странным, кому-то может показаться, что это такое просто набор красок. И обычный квадрат с замалеванной краской. Но если вы не видели его картины с живьем, вы никогда не поймете той силы, которой он обладает, которые эти картины в себе несут. Во-первых, они огромные, они где-то могут быть 3 метра на 5 метров, то есть они реально очень большие. И вот этот вот яркий цвет и цвет, который они на вас льют, он просто вас заряжает. Я когда была в Мадриде, мы попали на выставку, и там было несколько экспонатов Родко. Также я была на выставке в галерее Гараж в Москве, когда привозили Родко. Знаете, я сидела вот просто, я сидела минут 40 в зале, там очень хорошая была экспозиция, такое простотное помещение, и просто вот картины эти огромные висели. И вот ты просто сидишь как, знаете, под лампой солнечной, она тебя греет, она тебе дает витамин D, и также вот картины Родко на меня действуют, они меня вот подпитывают изнутри. Вообще искусство. Но вот Родко я просто взяла показать этот, да, это мой самый любимый художник. В свое время не признанный, в свое время никто его не покупал, сейчас этот художник считается одним из самых-самых дорогих художников в мире. Далее. Мои тетрадки. Я показывала, вот это только две, но верьте мне на слово, у меня их очень много, каждый год я веду тетради, разные. Я туда вклеиваю всякие, ну, всякие вещи, которые меня вдохновляют. Я складываю, например, какие-то открытки из музеев туда, я делаю какие-то, ну, не знаю, смешные коллажи, ну, что-то такое. Потом я просматриваю, когда у меня, знаете, нужно немножко мозг разгрузить. Я вот беру, просматриваю, и мне хорошо. Это, вы знаете, что-то, тут какие-то статьи есть, например, которые мне нравятся, да, вот тут вот что-то вот я себе. Какие-то интерьеры, которые меня вдохновляют. А есть вот, ну, есть просто красивая Виктория Бекхам. Ну, это вот, например, мой сын рисунок. Здесь вот из года в год я проношу через эти тетради как бы свое настроение, свои эмоции. А здесь тоже, здесь какие-то мои рисунки. Роберт, да, у него младший. Ну, что-то такое, какие-то наброски, какие-то эскизы. Ну, много, много. Я не буду показывать, как бы, это. Следующее, что я, конечно же, не могу не отметить, это книги. Я сейчас покажу вам две книги, которые я купила вот недавно. У меня очень большая библиотека, ну, по меркам, я не знаю. В Москве у меня книг еще больше, но, к сожалению, их нельзя привезти. Это Донатар, две книги я купила недавно, The Secret History. Она у меня была в русском, и я ее еще читала на английском, но это была подругина книга. А вот своей у меня никогда не было. Но я так ее люблю, поэтому я ее купила. Книги я люблю. Книги, знаете, если зайти в книжный магазин, я не могу не выйти оттуда без книги. И Донатар, The Little Friend. Тоже новая книга. Вот такая толстая. Я бы, конечно, хотела бы взять ее с собой, поехать куда-нибудь отдыхать неделю на две и вот спокойно насладиться чтением, но пока не получается. Далее. Меня так кидает. Ну вот я вот положила вот реальные вещи, что мне нравится. Я обожаю ленты. Меня очень волнует, я не знаю, вот обладание. Вот я люблю ленты, я люблю шелковые ленты. Шелковые, не шелковые, разных цветов. Вот у меня тут просто вот кладезь ленточек разных. Кому-то может показаться странным, но я реально обожаю ленты. И просто даже кинуть в сумку, просто там завязать. Вот они у меня хранятся в коробке. Такая вот у меня фишка. Я люблю ленточки. И последнее, что я хочу вам показать. Может быть, кто-то со мной эту страсть разделит. Я не могу жить без чили. Я вот так выложила. У меня всегда в холодильнике свежий чили. Зеленый, красный. Зеленый, он более острый. Красный, он не такой острый, но он красивее смотрится, когда вы что-то готовите. Ну и, конечно, табаско. Какое без табаско? Я фанат чили. Я даже, когда была беременная, я ела чили. То есть, ну я обожаю чили. Я люблю все острое. Я люблю все такое насыщенное, кисло-острое, сладкое. Я люблю фиш соус, рыбный соус. Я очень люблю, знаете, такой тайский, такой вот, такой вонючий. Но если его слаймом, если туда чили, если туда чеснок, если туда капельку меда, это вообще, это кайф. Я люблю, да. Я люблю все острое. Поэтому я обычно делаю, например, если я готовлю стейки, я делаю отдельно для себя, отдельно для родных, потому что, например, мама не может есть так вот острое сильно. Муж может, но тоже как-то через раз. Или я делаю себе уже заранее соус. Вот я мешаю вот этот чили с фиш соусом, с лаймом, с чесноком, со свежим чили. И еще у меня есть такой сушеный чили, просто вот семечки, знаете, такой вот молотый, такой мешок целый туда тоже кладу отдельно себе, а другим уже попроще. Ну, не такое острое. Какое-то такое было странное видео, но, знаете, мне показалось, что интересно же, когда кто-то делится с вами какими-то такими вещами, которые радуют конкретно меня, например. Конечно, меня радуют ароматы, вот, например, когда я покупаю какой-то новый аромат, это праздник, это праздник на целый день. Сам процесс поисков, сам процесс выбора, сам процесс, когда вы открываете дома эту коробочку, шуршите этим целлофаном, но это не может не радовать. И когда новый аромат, то есть вы им поливаетесь, вы наслаждаетесь, вы живете в этой истории, в истории этого аромата. Он вас преображает, он вас, может быть, немножко меняет, ну, не кардинально, конечно, но все равно, вот так. Люблю, люблю ароматерапию через парфюмерию тоже. На этом все. Пишите, если вам понравилось это видео, что вы любите, что вас радует, какие вещи делают вас счастливыми. Опять-таки повторюсь, здесь я показала вещи такие бытовые, может быть, немножечко странные, но вот они меня как-то поддерживают где-то как-то. Все. Всем пока. С вами была Аленка Блок. Чао-чао. Пока. Продолжение следует.